10 декабря стало для Артёмовского городского округа не то чтобы значимой исторической датой. В этот второй понедельник декабря школа номер 56 наконец открыла свои новые двери своим ученикам, гостям и председателю правительства Свердловской области Денису Паслеру, который приехал на торжественное открытие реконструированного учреждения. Для школьников этот день стал настоящим праздником, практически вторым днём знаний в этом году. Все они нарядные, спешили в школу, где их уже встречали учителя. Для учеников был устроен праздничный концерт в новом просторном актовом зале. На сцене выступили как сами учащиеся, так и приглашенные гости из Дворца культуры имени Попова. «Слеза моей, в крестах церквей, живёт надежда, любовь и сила. Моя Россия, моя Россия, храни тебя от горьких дней, моя Россия, моя Россия». Говорят, что в старой школе даже не было спортзала, а в столовой для питания очень места было мало. А когда вот этот дядя губернатором здесь был про свою родную школу, он, представьте, не забыл. Наша школа, вот так школа, вся сияет на цвету, окна, стены, двери, прелик, портик виден за версту. Посмотрите вы на школу, вот красавица стоит, крыша красная блистает, дверь стеклянная висит. Как родные школы вас провожали, от горючих стёзд едва удержали. А куда же вы забрались, детишки? Подвернётесь вы, когда ребятишки. На картошках вы с него собирались, а уж больше, чем на два задержали. Как все школы хорошо воспринимали, новых тропов много были, накоптали. В интернате мамы шесть класс положили, и родители туда приходили. В первых классах говорили, и приютили, и там про лёгку проводить разрешили. А десятка мамы подъяснили, чтобы старшие ребята там учили. Россия, мы дети твои. Россия, нужны нам твои небеса. Россия, мы дети твои. Россия, нужны нам твои небеса. Люди, мы дети, мы дети, мы дети, мы дети. У нас у wall. В это время так происходит. После концерта учащиеся новой школы номер 56 отправились на классные часы. А в это время у дверей директор школы Татьяна Новокрещенова уже встречала долгожданных гостей. Порог школы переступил Денис Паслер вместе с главой округа Ольгой Кузнецовой. Успев только снять верхнюю одежду, председатель правительства отправился на осмотр школы. Директор учреждения провела гостей по всем этажам, где они смогли заглянуть в некоторые кабинеты. Также маршрут экскурсии проходил через усовершенствованную библиотеку и столовую. Денис Паслер, так же как и другие гости, смог собственными глазами увидеть, как преобразовалась школа и сколько новых суперсовременных технологий было внедрено в неё во время реконструкции. Здравствуйте! Читатели? Читатели? По классам. Да, придут, у нас активно дети ходят читать. Достаточно? Литературы? Литературы? Ну, хотелось бы обновить, конечно, немножко. Литература очень много у нас программной, но, надо сказать, что фонд старова тоже очень потрепанная литература. Хотелось новенькой литературы. У нас понимание-то есть? Что нужно? Конечно. После завершения осмотра оставалось сделать нечто очень символичное, но самое главное – перерезать красную ленточку. Для этого ребята старших классов собрались на небольшую линейку, на которой к ним обратился Денис Паслер. Конечно же, данная школа, коллектив и дети – это украшение муниципального образования. И уверен, что тот высокий статус школы, показания, которые, соответственно, ежегодно демонстрируют дети, будет сохранен и даже приумножен. Конечно же, в этой школе есть все. Есть душа директора, коллектива, который, соответственно, работал. Сейчас еще лучше будет работать, наши условия будут гораздо лучше. Детям, которым не напрасно нравятся светлые окна, красота данной школы. Поэтому от всей души хочется вас всех поздравить с данной школой. Она, наверное, одна из самых лучших у нас в области. Красную ленточку было предложено перерезать Денису Паслеру, Ольге Кузнецовой и одному из выпускников школы номер 56 Михаилу Сорокину. Под аплодисменты все собравшиеся прошли там, где только что была натянута лента. А председатель правительства и директор школы поделились своими впечатлениями от этого долгожданного дня. Посмотрите, какая замечательная школа у нас появилась в Артемовске. Она реально, кроме того, что она красивая, она еще и функциональна. А по поводу сентября, не сентября, я бы пропустил этот комментарий, да, в связи с тем, что там сроки, которые мы для себя уже устанавливали, они, конечно, были адекватны к фактическим состоянию школы и фактической готовности к сдаче. Когда мы говорим о том, что мы только в пятницу получили все разрешительные документы, конечно, можем в два-три месяца прийти и показать, но зачем? Мы в пятницу получили все документы. Эти документы позволяют в полном объеме теперь, соответственно, допускать наших детей в школу. А значит, здесь соответствуют всем требованиям сампильным и техническим. Поэтому мы это сделали ровно тогда, когда посчитали готовность техническая и документальная в полном объеме, соответственно. А также, как вы знаете, мы дополнительно обносили дополнительные деньги для того, чтобы, соответственно, в полном объеме рассчитаться нашими подрядчиками, и обеспечить оснащение данной школы. Поэтому я думаю, что важно другое, то, что именно в Артемовске появилась такая замечательная школа у отличного педагогического состава. И хотел бы, на самом деле, всех с этим построить. Как жители, детей, всех, кто, соответственно, в третьей части и инициировал строительство данной школы. Мы должны содержать, соответственно, безусловно, школьное образование, сомнение, 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 сомнение образования. С точки зрения того, что оно большое, нужно называть другие вещи. У нас есть требования, сомнительные, которые мы должны обеспечивать нашим детям. Да, мы можем, наверное, сразу убрать, сделать не три зала, а один зал. Но мы только что шли и считали, что это просто физически невозможно всем детям будет попасть. Можно, безусловно, все в полном объеме уменьшить процент, если 20% площадей, безусловно, будет дешевле. Но мы говорим тоже, что у нас должны быть и физическое здоровье, и умственное должно подключать все школьные предметы. Поэтому, мне кажется, это вторичное сомнение задачи, которые стоят по воспитанию умственных и физических образователей детей. Школа рассчитана на 810 учащихся. Мы педагогическим коллективом и родительским, и детским коллективом все эти три года сохранялись и работали постоянно. Поэтому никто от нас, из педагогов, не ушел. К нам только пришли молодые учителя дополнительно. Все вернулись сюда. Школа разделена на блоки, поэтому у нас очень удобно. Наоборот, я считаю, блок начальных классов, отдельно с первого этажа по третий, блок старшей школы. Причем, вполне все удобно. Это вам на первый взгляд кажется, что так много и далеко. Вот мне уже сейчас так не кажется. И в завершение Татьяна Новокрещенова рассказала о том, что еще не доделано, и о планах на этот счет. У нас выделена в отдельную часть ввод наружной зоны, то есть это спортивный стадион наш, малые архитектурные формы, наружное освещение, часть его по улице вокруг школы, и частично благоустройство. Это выделено в отдельный ввод, это будут работы производиться позже, весной и летом. А здесь пока необходимо, как и в любом новом здании, тем более в таком большом здании, провести просто регулировку систем, поскольку у нас система отопления прежде всего, поскольку у нас своя блочная газовая котельная, поэтому такая балансировка, она должна быть. Поэтому вот этим мы еще занимаемся. Ну а Денис Паслер дал свою оценку. Глобально нам нужно собраться уже в большей степени в весенний, летний период, когда привести благоустройство и спортивное оснащение по другу школы. Это, да, очень важно, и мы должны следить, обязательно это сделаем. То, что сказали про регулировку тепла, на самом деле важная составляющая, что именно автономная система отопления, это именно своя блочная котельная, что, безусловно, обеспечит достаточно комфортный и нужный режим всегда, по сути. Когда посчитают нужным, что детям стало прохладно или наоборот жарко-кредоследствия будут регулировать. Ну и мы видели небольшие вещи, совсем небольшие вещи, связанные с жалюзиями, да, вот в спортивном зале. Поэтому все на месте, мы пошли посмотрели. Я думаю, что жизнь любого здания, жизнь любого помещения, на самом деле, оно и важно, когда оно в процессе меняется, улучшается и оснащается. Поэтому, в принципе, состояние готовности, как мы говорили, в пятницу получили все документы, очень высокое, дети приступили к занятиям, дай бог.